Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами познакомимся с пазлом, с таким, ну, как сказать, исследовательским пазлом, который называется Swopper. Или, не знаю, вообще-то Swopper переводится как обменник, но, по-моему, это может быть ещё и как прыгун, что-то в этом духе. Ну что ж, посмотрим. Я вот, честно слово, пока ещё совершенно не запускал его, поэтому будем вместе с вами наблюдать за развитием событий. Насколько мне известно, игра обладает таким достаточно классическим научно-фантастическим сеттингом, ну и, собственно, как я уже и сказал, является пазлом. И вроде как за ней стоит человек, который приложил руку, так и исследовательская станция Тесей, планета Хори-5. Автор сценария приложил также руку к Пенумбре и к Fast and Light. Так что можно ожидать действительно чего-то интересного в плане повествования. Так, нас... ну, полагаю, что нас, или, по крайней мере, кого-то засунули в некий лунный модуль, сделанный из стальной бочки. По крайней мере, по виду. И наша стальная бочка входит в плотные слои атмосферы. Ну, похоже на том. Так. И что же? Неужели я уже проиграл? Сомневаюсь. А, Д. Как неудивительно. Ага, понятно, так. А, Д. А если... В прыжок. С ничего. Прыжок также пробел. О, холд. Чтобы что? To jump higher. Понятно. Задержать, чтобы прыгнуть выше. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так. Мышкой осмотритесь. Отлично. Я сейчас что-нибудь еще пожамкаю. Так, тык. Пока ничего не работает. Видимо, мне что-нибудь дадут, потому что сомневаюсь, что здесь нужно будет просто бегать. Ага. Ммм. Что-то многообещающее. Итак. Все. Ну, эта штука реагирует на мое присутствие. То есть, когда я прохожу. Вызвать лифт. Давайте вызовем. Насколько я могу судить, мне кажется, я просто боюсь ошибиться. Я мог просто чем-то перепутать. Но, по-моему, даже вот это вот все окружение, оно, в общем-то, сделано вручную. Причем, вроде как, в прямом смысле слова. Вручную. Так. Ага. Карта, понятно. Можно пойти налево. А можно пойти направо. Удивительно. Вот эту штуку можно как-нибудь взять? Так. Ну, я бы до нее не допрыгнул, очевидно. Давайте пойдем налево. Так. Что это такое? Слайд-шоу небольшое. Окей. Вау. Что это? На открытом пространстве я могу нажать правой клавишей. Вау. Окей. А сколько у меня вот этих вот ребят есть? И как их забрать? Что немаловажно. А, мне нужно просто по ним пройти, чтобы забрать. Я делаю свои копии, которые причем делают то же самое, что и я. То есть полностью повторяют мои движения, но... Видимо, могут быть использованы. Так, давайте-ка сюда одну поместим. О, отлично. Отлично. Это то, что доктор прописал. Оказывается, я сюда и пройти-то вовсе не мог. Думаю, что тот фонарик мне, да, мягко намекает. Физико. Мне нужно совершить физический контакт с клоном. Понятно. Если я не вижу конкретно того места, куда его перемещаю, то я... Ой. Перепрыгни. Нажми. Молодец. Красавчик. А, так я просто на эту кнопку нажал. Все ясно. При прохождении... Ну, точнее, при выходе с уровня я, очевидно, клона получаю обратно. Ну, так, давайте начнем с самой последней. Потом сюда. Потом сюда. Потом последнего сюда. Это мне тонкий намек на то, что у меня их всего четверо. А, вот. Вот эта штука их уничтожает. Уничтожает лишнее. Взаимодействовать с терминалом памяти. Так, тело. Так, что тут написано? Ладно. Ого. ТСА. ТСА называется станция исследовательская. Ксено-технологическая. Ну, то есть, цех ксено-технологических исследований. Будем так называть. Так, сейчас я просто прочитаю и скажу вам общий смысл здесь написанного. Если смогу понять, конечно. Ну, в общем, они что-то жуткое, на самом деле, там, изучают, совершенно очевидно. Так, ну ты, я и так знаю. Спасибо, что карту показали. Поехали вниз? Откуда первый раз эту штуку увидел, я подумал, что это не кнопка лифта, а какой-то человечек или что-то в этом духе. Ладно, окей. Я могу сразу пойти сюда. Интересно. Вот интересно. А могу ли я пойти туда при помощи своего клона? Нет. Ой. Окей. Это еще и чекпоинты. Ладно, значит, мне нужно пойти сюда. Я, по крайней мере, другого варианта событий, точнее, другого варианта развития событий, я пока для себя не наблюдаю. М? Ну, ладно. Создайте клона и переместитесь на его место при помощи левой клавиши мышки. А! Я меняюсь с ним местами. То есть, все, ясно. Теперь я могу там создать клона и... А вот, с другой стороны, меняюсь ли я с ним местами? Это ведь очень сложный вопрос. Он же ведь вроде как и есть я. Я просто беру под контроль его разум. Клоны не могут быть созданы в голубом свете. Так, окей. И как же мне тогда их создать? А, я знаю. Мне нужно поставить клона вот сюда. А потом поставить клона вот сюда. Все. А теперь я беру под контроль вот этого. И пробегаю. Все. Оп. Ха-ха-ха. Какая хитрость. Понятно, что это на самом деле очень простые задачи пока что. Блокирует лучи. Красный свет блокирует лучи. То есть, я не могу перемещаться в разум. Как видите. Видите, он останавливается. Так, но создать-то я могу клона. Сюда. Нажал. Красавчик. Перемещаемся. Хэдшотиком переместились. Аккуратненько. Еще один терминал. Мне нужна охранная сфера. Я был на поверхности несколько недель. Не могу попасть обратно от СССР. Поможете мне? Я не могу. Потому что хочу увидеть своего мужа. Так же, как ты хочешь увидеть своего. Хм. Видимо, это охранная сфера. Что-то важное. Ясно. Сюда я не смогу вернуться. Ну, пусть так. Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Что-то произошло. Нам сейчас говорят о том, что команда спасения была. То есть, ожидали команду спасения достаточно долгое время. Что-то мне... Мне хочется верить все-таки, что ничего жуткого меня здесь по итогу не поджидает. Потому что пушки-то у меня, черт побери, нет. Так. И тишина. По-моему, это просто заросший проход. Хотя нет. Карта показывает мне, что прохода в ту сторону нет. Но что-то он все-таки напоминает. Что-то у меня подсказывает, что тут что-то... А, это телепорт. Понятно. Мне нужно найти сферу для того, чтобы активировать телепорт. Вот. В чем ценность этой сферы. Очевидно. Хорошо. Еще один терминал. Так, нужно быстрее вернуться. ТСА под карантином. Ох, что-то тут произошло. Ох, произошло. Окей. Нужно пройти вот этим клоном. Нажать на кнопку. Создать еще одного. Взять его под контроль. И... Взять этого под контроль. Все. И вот я взял какую-то сферу. Думаю, что это как раз та сфера, которая является целью моих поисков. По крайней мере, на текущий момент. Куда же меня кинет телепорт? Я думаю, что на поверхность... Я думаю, что на поверхность планеты. Потому что сейчас-то я черти где-то. Я уж... Хотя с другой стороны, может быть, это так поверхность выглядит. Видимо, я попадаю наоборот, на станцию следует русскую сейчас. А до этого был на поверхности. Окей. Ну, просто не знаю. Когда лишь идет о поверхности планеты, то я лично привык думать о каких-то таких... Ну, не знаю. Более природных ландшафтах, что ли. Тут ничего нету. Нет, вроде бы все спокойно. Сранно. Иду вперед. Но дело в том, что просто я так... Оп. Переворачиваю. И все нормально. Громадное... Hello? Это со мной громадная... Губка разговаривает? Позвольте. Hello? Ну, предположим... Если я и напишу... Hello... Нет, написать Hello нельзя. Это что? Разумное существо? Очень странно. Мне почему-то не хочется об этом думать. Еще один телепорт? Какие-то странные знаки. Я не думаю, что это духи, но... Определенно это... Что-то, что... Внушает опасения. Публичный... Общественный сектор 1. Так, туда наверх я... Так просто, видимо, не попаду. Здесь... Тоже ничего нет. Остается только... Прыгать вниз. Ну, точнее, конечно же, не прыгать, а... Вызвать лифт. И тишина. А вдоль дороги... Мертвые с косами стоят. Поехали. Глубоко, однако же. Осмотримся. О, еще одно. Пределы языка являются пределами знаний. Они не знали нашего имени. Они называли... Они думали о нас как о... Наблюдателях. Может быть, это не... Разумный камень, а просто... Ну... Камень с записями некими. Так, давайте-ка... Мне кажется, что... Просто так... Не поставят. Стоп, позвольте... А я что, так бы не запрыгнул? О, да. Не, ну, мне кажется, вот без этого как раз можно было без проблем обойтись. Ну, да ладно. Стоп, чуть-чуть такое... Чё такое, чё происходит? Они чё... Подождите, это... Они газ какой-то пустили? Чё-то мне не нравится происходящее. Мне нужна сфера. Так, где сферу взять? Ладно, для начала попробуем взять сферу вот здесь. О, а вот и сфера, кстати, действительно. Синий свет. Красный свет. Так, ладно, окей. Сюда для начала. Теперь сюда и побежали. Оп, оп, оп. И как мне тебя... А, всё, здесь-то я могу брать контроль над разумом. Я не могу сюда телепортировать никого. Окей, сферу мы взяли. Значит, я могу её сюда вставить. Всё, фуф. Спокойно стало. Что у нас тут? И вот как мне взять ту сферу? Я думаю, что... Тут нужно будет... По очереди на кнопки нажимать. Давайте-ка попробуем. Вот там открылась... Одна заслонка. Но мне нужна не одна заслонка. Мне нужна... Поболее... Вот как, ладно. Давайте-ка потащим. И попробуем другую. Окей. Всё, мне кажется, я догоняю потихоньку. Ставим этого сюда. Нет, стоп. Я неправ оказался. Ставим... Этого на самый краешек. Подхватываем ящик. Да что... Тоб... Тебя... Так, ладно. Ящик чуть-чуть отодвинем. Сюда. Потащили. Потащили. Всё, вот. Да как так-то? Ну как так-то? Сколько мне потребуется этих... Невинных душ? Мне кажется, что в моём плане есть изъян. А, нет. Фу, нет изъяна. Кнопка же всё, больше не нажата. Окей. Вот теперь он должен, по идее, как-то стоять на этой кнопке. А я? А, всё, я знаю. Вот теперь я... Нет, стоп. Подождите. А что происходит, когда он стоит на этой кнопке? Проверим. А, всё, нормально. Теперь можно сюда так бабах. Взять под контроль. Взять сферу и успокоиться. Всё, зашибись. Сюда. Знаете, как ты начинаешь вот этих ребят воспринимать как расходный материал? Так, так как это... Ну, непонятно. Это, конечно, не совсем клоуны. Потому что, скорее, я бы назвал, наверное, их какими-то объёмными голограммами, что ли. Хотя, чёрт знает, что это за прибор у него в руках. Так, ещё, да? Мир ограничен мыслями. Мысли. Это цепочка. Слушателей, таких же, как я. Я не могу говорить. Они не могут услышать. Что это? Как это? Дазвертик. Оно тикало? Мы знаем... Только в пределах своих разумов. Вы выбираете свою цепь, цепочку, в размерности, которая нам неизвестна. Странно, что это за камни, а? Чё они здесь изучали вообще на этом ТСА? Окей. Окей, давайте уже... Так, здесь... Отлично. Здесь мы сферу вставили. Можно идти дальше. Вниз. Оп. Идём. Тут личные комнаты. Сектор складской и так далее. Ещё немножко осмотримся. Интересно, я могу спрыгнуть? Оп. Вполне безопасно, оказывается. Могу спрыгнуть. Но вот здесь уже, очевидно, не очень будет безопасно. Так, оп. Успел? Да, я успел. Фу. Переместиться. Слушайте, интересно, а может быть я просто автоматически переместился? Ещё записи. Это просто технические записи. Какие-то ничего такого особенного и интересного. Что это? Окей. Отлично. Мне нужно найти очередную сферу. Что ж, ну давайте попытаемся её найти. Так. А вот как наверх попасть? Видимо, это как раз место заблокированное тем механизмом, для которого нужны очередные активационные сферы. И снова умный камень. Я единственный, кто верит в их измерения. Я называю его космосом. И единственный, который движется через космос. Да? Как? Понятно. Значит, здесь каким-то образом замешаны другие измерения, а точнее даже их обитатели. Ну так, аж тонкий намёк показать наверх. Но как, спрашивается. Так что сначала влево. Что это такое? Сюда. Оп. Подень. О, я понял, что мне нужно сделать было. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Мне нужно... А почему я не могу здесь создать клона? Жаль. Значит, мне нужно создать клона вот тут. Потом мне нужно его запустить и... Оп! Перехватить его разум. Пора продолжить. Отлично. Значит, вот тут уже цепочка пошла. Посложнее, однако ж. Здесь создаём клона. А если... То есть... Но как? Это, мне кажется, слишком сложно. Не успел. Окей. Там я его разум не могу перехватить. Чёрт побери. Да что ж такое-то. Не получается ничего. Клон. Полетел. Разум перехвачен. Стоп. Подождите-ка. Как только я нажимаю правую клавишу мышки, у меня время застывает. Мне, видимо, для этого сейчас показываются эти шестерни, которые начинают двигаться очень медленно. Стоп. Нет, ну тут, конечно, это я сам лично промазал. Окей. Ещё шажочек. Чёрт побери. Аккуратно. Аккуратно. Тихо. Тихо. Ну, в общем, на самом деле... Так, как бы... Неплохо. Неплохо. Но... Ещё немножко не то. Стоп. По-прежнему не то. Странно. Вроде как и задача не очень сложная. Но почему-то у меня ничего не получается. Да что ж такое-то? Реакция не та. Окей, падай, 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 падай. Не ту клавишу нажал. Вот тут вообще не ту клавишу нажал. Спокойно. 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 Ещё одна попыточка. Сюда. Чёрт. А я думал, что он автоматически перепрыгнет. Нет, он автоматически не перепрыгивает. Ладно. Окей. Значит, мне нужно... Как только я беру над ним контроль, сразу... Сразу же зажимать правую клавишу. Не взял контроль. Окей. Ой. Я случайно. Я не хотел родимой. Фуф. Теперь внимание, вопрос, как отсюда выбраться. Не, кстати, это серьёзно очень важный вопрос. Потому что я прям на полном серьёзе не предстатюхо... Фуф. Сейчас ведь... И что? И... А, фу. Ну, по крайней мере, отсюда. Я думал, вообще всё заново. Спокойно. 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 Вот. Сейчас. Подождите. А, так они все живые ещё просто. Окей, ладно. Подождём, пока они там помрут. Всё, патроны восстановились. Фуф. О, я прям поднапрягся. Окей, так. А! Теперь я понял, как сюда попасть. В общем-то, так. Сюда. 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 Всё. Побежать. Вот оно. Всё-таки. Нужно было, чтобы это необходимо было использовать в пазле. И сразу... Так. Не-не-не. Я понял, в чём прикол. Так. Ага. Ой. Вот оно. Ишь ты как. Мне же не хватит их. Ладно, окей. Пребываем в томительном ожидании. Мне нужно здесь использовать ограниченное количество клонов. Совершенно очевидно. Спокойно. Спокойно. А, нет. Ну, у меня не то, чтобы оно прямо ограниченное. Они же там падают и мрут. Но мне нужно дождаться пока... То, что мне нужно опуститься. То, что должно опуститься, опустится. А то, что должно подняться, поднимется. Сейчас такой... Неспешный игровой процесс начался. Нужно просто выждать. Можем пока насладиться музыкой, видами, может быть. Так. Почти уже. Финальная стадия. Давай. Давай. Я верю в тебя. У тебя получится. Спокойненько. Аккуратно. Без нервов. Сюда. Давай. Тихо, тихо, тихо. Нет. Этот уже... Этот уже является излишним. Слушайте, а теперь ведь нужно как-то обратно пробраться. Вот что я подумал. А, вот. Обратно как раз пробраться не проблема. Оп. Всё. Взяли ещё одну сферку. А теперь движемся вниз. Забавно, что сейчас я могу пронаблюдать за падающими. Бах. Видите? О чём я говорю. Так, а вот сюда наверх? Там же что-то есть. Ой. Фу. Нет, ничего не потерял, к счастью. Окей. Движемся туда. Значит, теперь я знаю, как забраться наверх. С этим камнем мы уже поговорили. Я просто хочу уже активировать эту сферу и... Давайте. Хотя теперь я знаю, как перемещаться и без лифта. Не нужен мне этот лифт. Могу и так подняться. Без проблем вообще. Вот. Сейчас я владею быстрой телепортацией. Раз. Сюда. Оп. Вообще теперь профессионально. О, смотрите. У них тут тепличка была на станции. Окей. Конфигурация карты. Я могу ещё пойти направо или вверх направо. Давайте начнём с... Вверх направо, наверное. Терминал памяти. Некто Сэм Кук. Видимо, заведующий садом. Опасно. Пишет, что опасно на складе. Ну что ж, посмотрим. Стоп. Так. Вот сюда я могу их телепортировать. Там пробежать. Да. Расчёт, вероятно, на то, что я сделаю вот так дальше. Вот так. И... Да. И вот так. Всё. Отлично. Оп. Готово. Это было просто. Вообще, вы знаете, пока не напряжно. Я, честно говоря, думаю, что тут не будет особо врагов. Ну, мне хочется в это верить. Потому что эта игра, она всё-таки должна быть таким пазлом. Игрой про сюжет, наверное, тоже не в последнюю очередь. Так. Хорошо. А что это за вот это вот фиолетовое свечение? А, ну, меня очень сильно... Нет, это... Меня, конечно, не это очень сильно замедляет, но... Окей. Стоп. А что же делать-то? Мне кажется, я знаю, что делать. Примерно вот это. На максимальное отдаление от себя. Стоп. А что это ему там поплохело-то там вдалеке? Здесь клоны погибают? В этой жиже. Слушайте, ну, очень странно, на самом деле. А, я понял. Я просто прошёл через этот фонарь, и это его доконало. Ну, вот как так, а? Вот как бы так сделать всё так, чтобы... Сейчас очень быстро... Да, загорится этот свет, чёрт побери. Хааа. Вот эта штука не пропускает контроль разума. Так, давайте подумаем, а что можно сделать? Вот это максимальное расстояние, на котором я могу создать клона. Стоп, ну, вообще-то это... Не сказать, что бы максимальное расстояние. Я же могу... Нет, не могу. Ну, ладно. Чёрт. Сгорает сразу. Ну, я же понимаю, что мне нужно сделать что-то вот-вот-вот подобного рода. Но мне чуть-чуть не хватает расстояния, вот-вот в чём дело. Хм. Не знаю, давайте сделаем вот так. Контроль разума не проходит. Если я попытаюсь сделать это рывком, но рывком это сделать не получается. Что-то как только я схожу, сразу раз и происходит деактивация. Хм. Что ж, эта загадка, судя по всему, для меня оказалась сложнее, чем я ожидал. Ну, наверное, на этом мы с вами уже остановимся в ознакомлении с игрой, которая называется Swopper. Скажу вам от себя, что она сейчас продаётся на Steam'е. Вы можете пройти по ссылке, которую я оставлю в описании к данному видеоролику. И попадёте на страницу Steam'а, посвящённую этой игре. Если она вам понравилась, то, в общем-то, сможете её приобрести. Ну, что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание. Надеюсь, что за кадром я таки смогу разобраться с этой головоломкой. Ну, по крайней мере, с помощью вас, наверное. Наверняка кто-то из вас понял. Знаете, обычно так и бывает. Смотришь на экран и думаешь, ах, ты ж как-то не догадался, это ж так просто. Нет, не догадался. И не стыжусь этого. Ну что ж, друзья мои, снова спасибо вам за внимание и до свидания.